ну вот наступил вечер на волшебной реке я про барабанил крупная рыба покинула меня покинула она после вчерашнего видимо у нее тоже шок она решила не лазить сейчас я решил остаться на реке и конечно же наш любимый всеми с детства пионерский костер ну я так называю здоровые костры когда просто ничего не ограничивает я решил ночевать на реке почему потому что я просто хочу чего-нибудь поймать уж больно муторная сюда добирался кучу сил один мой забыл слова аж бляха потерял дорвечь один мой этот самый стоит многого мост вот не фонариков ничего никаких вот кроме подушки на дома никаких приспособств но я надеюсь она меня будет выручать это подушечка и минимум еды в чем я просто хотел даже хариусах не пойму уже пошла роса интересно как моментально пошла роса ну ладно надо было веток нарубить конечно сухих я думаю особо холодно не будет ну плюс костер просто неудобно не на чем сидеть то есть не продумал я момент на чем я буду находиться ну я просто силы кончились несмотря на наличие пилы попора сегодня куча лишнего груза взял пилу топор и потому что стройка гвоздей немного грамм 300 в общем стройка была ну а чайку не взял ни котелка не ничего не взял такого чайки пить старым добрым способом на газе вернее то будет кофеек тут пробежал опять рыбачишка который меня надоумил кстати распугал всю рыбу просто эти любители хариусов топчутся по перекатам пугают крупную рыбу короче бестолково ну зато живой человек пообщались он уже убежал куда-то вниз не знаю как он будет то ли у него ночное зрение как он будет ли по этим кустам чем будет переходить это конечно дедок меня удивляет какой-то он странно необычный вчера я увидел перед дождем ясно было что дождь но он упорно и из этого берега то ходу нет . он вплавь что ли очень мистические тут дела короче происходят если наблюдать наблюдать на будет нужно увидеть массу интересных вещей которые происходят на реке ну это надо иметь зрение необычное это я хочу сделать поставку для спиннинга а то у меня спиннинги болтаются некуда их положить даже что два у меня сегодня три спиннинга кидать их не люблю где попало наступишь сломаешь вот эта точка где я должен взять реванш сегодня реванш взять не получилось но завтра знать сегодня подготовка к реванш вот так вот чтобы наступить просто удобно положить можно потерять вы видно ориентир не больше не спотыкаться палки закопанный тортят здоровья бревна таскать не хватает уже собираем мелкие палочки березы меня нет но вот я построил обратно могу завтра по мосту пойти вода вроде падает так что его не смоет сейчас камни прогреет костер и будет суперс нужно ладно сейчас скажу соберу хотя бы чтоб прилечь на надувной матрасик я что-то не сообразил взять но я вообще не собирался ночевать как бы поехал в девять утра был автобус мой поехал в общем так на позитив щеки думал все получится быстро но быстрые дела тут не делается увы все не спеша сейчас подбросим еще и ивняк сухой прогорает быстро толку никакого особо ну зато камни горячий жар уже сумасшедший дедок убежал вот такой вот костер вот такой вот я счастливый всем спасибо кто поддерживает канал в том числе людям иногда присылающим скромные там денежки чувствую камеру мне придется экшен брать либо дрон потому что камера что-то захандрила она хотя его просушил после купания ну что жрет она батарейки ужасно тестовый на ней снял по-хорошему надо еще конечно обложить камнями здесь потому что камни большие забирают тепло в себя и нехило греют и не дают умирать углям просто когда угли сконцентрировано тепло угли медленные на час на два выгорают и соответственно их можно быстрее разжечь допустим по утру проснулись костер клеет а если углей не будет ой ко мне не будет то тепло рассеивается концентратор этот я рыбачил днем поэтому я не смог ничего сделать кстати интересно как ночная съемку этого фото пара ой у камеры сейчас мы проверим потому что снимал я еще ничего и ночью особо там такие были палаточные условия так все тут у меня уже кипит можно заваривать кофе выключили боже как я буду без фонари ну ладно все пропали комары машка это вот то что доставало дедок исчез вот за 15 минут вот сколько я снимаю 7 минут просто моментально стемнело а нет еще кусают комары в руку от шеи укуси река шумит ну цель моя какая остаться все таки я не понимаю этот силенский фаншуй хотя знаю что тут крыку крупная рыба есть и много интересные ловить и мелкая тоже есть я хочу понять просто давно я не ночевал тут как бы понять именно что как потому что с одной точки зрения признаков жизни нет вот маленьких алюзиата лазит удочка там это все детсадка берется а вот по крупному хотя присутствие крупное есть косвенно видно что малек шкерится на мелких местах то есть но она как-то такая живет рядом с городом ведет крайне осторожный образ жизни гораздо если она в диких местах нормально проявляется и не очень диких то вот в городе шум дороги и т.д. и т.п. вот она сейчас фокусирование не фокусируется она просто шкерится но с другой стороны и почему-то я не вижу с жителей лесных норок там всяких все пора сапоги снимать уже жарко значит со съемкой тоже от костра инфракрасный есть свет вот он инфракрасный диапазон переключается хотя никакой красноты нет так не прислали ватсап сообщение она и фотки отправил того что у меня творится тут соответственно вот костерок бегу заваривать кофе вот сейчас покажу какой у меня скромный ассортимент ассортимент у меня еды вот выбор завтрак туристов блин мокрая уже совсем пол конфеты это конфета и тут короче как в темноте она плохо снимает хотя видно лучше гораздо ватрушка помидор батончика три дольки черный хлеб кусок мяса короче ну и 5 пачек кофе 7 пачек чая плюс еще лимонник есть его заварить надо ягоды